В Коголыме 17 февраля в молодежном центре метро открытие сезона детской школы КВН. Северный вариант. Играют четыре команды. Начало в 18 часов. В рамках первенства России Уральского, Сибирского и Приворского автономных округов Коголымские северные охотники 2006 на домашней арене принимают команду Коркина из Челябинской области. В субботу начало в 17 часов. В воскресенье повторная игра в полдень. В рамках 33-й Спартакеады среди трудовых коллективов продолжаются предварительные встречи по волейболу среди мужских команд. В субботу в 10 часов очередной этап. Матчи проходят на паркете Дворца спорта. В воскресенье 18 числа в спортивном центре «Юбилейный» стартует третий тур чемпионата Коголыма по мини-футболу. Участвуют 13 команд. Приглашаются болельщики поддержать свои коллективы. В Лангипасе в субботу на Центральной площади в 15 часов состоится развлекательная игровая программа для детей «Зима. Играм не помеха». Ее организуют работники Центра культуры «Нефтяник» имени Равиля Маганова. Кроме того, в этот же день пройдет второй бал молодежи, который приурочен к одному из 12 главных праздников православных – Сретение Господне. В нашем городе уже второй раз в Центре по работе с детьми и молодежью «Фортуна» будет проводиться так называемый Сретенский бал, который приурочен к одному из 12 главных праздников православной церкви – Сретению Господне. Во время этого мероприятия у нас юноши и девушки будут танцевать различные классические танцы. При этом будет раскрыто содержание праздника Сретене. И также наши молодые люди будут иметь возможность прикоснуться к тому богатству русской культуры. В субботу клуб молодежи устраивает для лангепассов и гостей города субботний дэнс. Начало в 18 часов. В субботу в Покачавшись культурно-спортивном комплексе «Сибиряк» пройдет городской чемпионат по пауэрлифтингу. Досуговый центр «Этвит» в субботу приглашает на традиционную игру «Форт Боярд». Участникам предстоит выполнить задание увлекательного квеста. Библиотека проведет мастер-класс настоящему защитнику, а в воскресенье – онлайн-викторина права выбора. В полдень в социальных сетях учреждения разместят ссылку для прохождения теста. Участники ответят на 15 вопросов об избирательной системе и получат сертификаты с результатами. В музее истории города Урай продолжает работу историческая экспозиция. Сотни экспонатов от керамических горшков, найденных в Кандинской земле, до макета нефтяной вышки, аналоги которой добывают углеводороды в нашем крае. Рассказывают историю города от древности до наших дней. Также остается открытая выставка из 80-х в 90-е. Поностальгировать или узнать о культуре того времени можно с 11 до 19 часов. Во дворце спорта «Звезды Югры» состоятся соревнования по волейболу среди цеховых подразделений Урайнефтегаза. За звание сильнейших поборются 12 подразделений предприятия. Спортсмены приглашают болельщиков поддержать свои команды. Любители провести время активно и спортивно смогут воспользоваться прокатом лыж и коньков. Урай-арена открыта для массовых катаний в субботу с 16.30. В воскресенье с 2 часов дня. А вот лыжи доступны с 11 до 20 часов все выходные. Артем Томильцев, Елизавета Портнова. При поддержке коллег. Наши города.